Здравствуйте, дорогие товарищи! Мы снова вернулись к вам в студию, потому что приехал Руслан Васильев из Эстерсунда из Швеции, ты привез нам вот эту гадость, которая сейчас за окном, эту мерзкую погоду. Когда я улетал из Эстерсунда, было еще теплее, все текло. Вообще в Эстерсунде в этот раз была погода просто кошмарная. Даже снег был, снега было много на стадионе, но на протяжении всех тех 10 дней, что мне там удача выпала побывать, то есть несмотря на всякие эти метеорологические проделки, было очень мрачно, очень скользко, очень скользко. И если бы не бронзовые медали Чепелина и Юркевич, мрачным можно было бы назвать и все выступление нашей биатлонной сборной. Я Сергей Канашин, и сейчас мы поговорим о биатлоне, и не только о биатлоне, начнем с футбола, потому что пока тебя не было, Хацкевича не стало сборной. Это я уже вернулся, когда его уже, ну я, конечно, ошарашен таким посылом, если бы, то есть если бы у нас не было бы двух медалей, если бы не было бы спринта и преследования, то все было бы плохо. Да, ну начинаем с футбола. Давай. Валико, 8 было, 1 баран куда делся? А себя ты посчитал? Нет. Так 8 это вместе с тобой было. 8, это вместе со мной было. Ну вот, собственно говоря... Знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот помнишь, когда мы работали тему матча белорусской сборной в Софии, мы вышли с таким, как бы, ну, то есть мы предисловием дали такой посыл, что, ну вот, хоть отдохнем от сборной, вот, отмучились. Не дали, не дали. Не дали. И ты знаешь, и настроение стало еще хуже. Вот, ну, намного хуже, ну, просто даже как-то стало так мерзко, на самом деле, вот, мое первое ощущение, я буду говорить... Ну, от чего конкретно? От того, как это произошло. Как уволили? Да, ну, ты понимаешь, причины, мы же сами говорили, то есть причины есть, да, то есть причины есть, во-первых, прежде всего это, во-первых, и прежде всего это результаты, да. Да, они обыграли Люксембург, да, допустили грубейшие ошибки детские наивные в Роттердаме с Голландией, да, матч Софии получился совсем никудышным с той точки зрения, что соперник был явно по зубам, но они забили, мы не забили, в итоге проиграли. Да, не выполнена так называемая установка по набору очков в осеннем периоде этого отборочного цикла. Ну, так скажи, как есть, ну, все, господин Хацкевич, Александр Николаевич, давай-ка ты в отставку. Так нет. И вот начинается это... Кондратьева, кстати, точно за такие же результаты, точнее Кондратьев сам ушел. Да, ну, там понимаешь... А ты, кстати, читал недавно интервью Глеба, где он говорил, что все ожидали, что Хацкевич вроде даже ходили такие разговоры, что уйдет после матча с Болгарией, сам подаст в отставку, но он не подал в отставку. В итоге, вот видишь, чем все закончилось. А чем закончилось? Вот как ты себе представляешь, вот чем все закончилось? Вот говорят, что, значит, слушай, давай-ка вот есть контракт, но мы на него перестанем обращать внимание, потому что ты а-тренер, ну, такой, который задач не выполняет. И ты, можно даже сказать, что тренер совсем-то и никудышный. Давай-ка мы тебе срежем эту зарплату. Во-первых, никто не говорит на сколько. То есть, ты понимаешь, если, предположим, условно, Хацкевич получал 100 рублей, а ему сказали, что будешь получать 10, то ну как тут можно... То есть, это действительно иезуитство какое-то. Это все не уточнено. Потом, ну как можно согласиться на сокращение зарплаты? Ведь это, во-первых, ну, вот тебе бы сказали бы, ты знаешь, мой милый друг, ошибся, вот будешь, ты теперь вот меньше получишь. Какая была бы твоя реакция? Потом... От обстоятельств зависит. Ну, не надо, это все равно было бы обидно, досадно. Ну, это уже другой вопрос. Нет, так всегда идут на позитиве, да, то есть, или от меньшего к большему, от большего к меньшему никто никогда не идет. То есть, значит, хотели Хацкевича убрать, но не хотели его отправлять в отставку. Хотели, чтобы он вот сам сказал, что я вот контракт подписывать не буду. Ай-яй-яй, добились своего. А кто придет? А что за этим стоит? У тебя есть хоть одна кандидатура? Да. Да нет, и потом, вот смотри, дети, ну, самый Хацкевич, дескать, сказал, что наберут 7 очков, они набрали сколько там, 2, да? И вот, ай-яй-яй, а что у нас все фенедерации выполняют взятые обязательства? Что там у нас каждый год говорится по увеличению посещаемости белорусского чемпионата? И как эта задача решается? И кому срезали за невыполнение, точнее, не то, что за невыполнение, а за полный провал эти зарплаты и все остальное? Кому? Скажите об этом. Поэтому вот это, это неприятно, это мерзко. А насколько правильно? Ну, не знаю. То есть, то есть, то есть, причины для отставки были. Еще раз повторю, может быть, даже я первый на страницах своей газеты спортивной панорамы эту тему и поднял. Но, во-первых, я более склонялся к тому, что надо работать с Хацкевичем по той простой причине, что, ну, как говорил Малафеев, он абсолютно, если вы позвали в свое время абсолютно неопытного тренера, то вы тогда уж имейте терпение, чтобы он образовался и пообтерся. Зачем вы его тогда звали? Ты это понимаешь? И потом, и опять-таки, самое главное. Когда Хацкевича назначали, я был против этого назначения, выражал это мнение на страницах газет. Потому что нельзя на сборную, ты правильно говоришь, нельзя ставить тренера совершенно неопытного, даже на клубном уровне толком не поработавшего. Ну, если уже позвали, и потом самое главное, если вы таким вот образом спровоцировали Хацкевича на уход, а иначе это не скажешь и не назовешь, кто у вас на примете? Прошло уже сколько дней? Ничего об этом. И появится опять у нас кто-нибудь, какой-нибудь из агентов пришлет факс с перечнем, повторюсь, с перечнем фамилии своих клиентов от Марадоны до Франка де Бура и там Лорана Бланы. У нас это тут же назовется списком кандидатов в главные тренера. Будут идти дни, недели, боюсь, что месяц. Потому что реальные кандидатуры, это все, конечно, чушь. Но реальные кандидатуры не видно. И потом, ну, придет, допустим, позабытый Кунчук. Вот куда-то исчез Кунчук, сейчас вроде бы как бы его стали искать варианты пристроить. Ну, есть, я думаю, с Кононовым еще будут разговаривать. Ты знаешь, по настроению Кононова он такой человек весьма нетривиальных подходов. То есть, мне кажется, ему здесь будет очень тяжело ужиться. Вот, особенно, а потом, ну, теперь же каждый будет делить на двое. При этом он будет, каждый новый тренер, он будет требовать себе зарплату, ого-го, какую, побольше, чем у Хацкевича, зная, что ее в любой момент могут урезать. Так что, если кто-то здесь решил сэкономить, то это та же поговорка про то, что там экономили, что там, теряем алтын, когда мы, когда, в общем, когда мы экономим копейки, то и теряем гораздо больше. И поэтому это мне очень не понравилось, и очень скользкая, на мой взгляд, тема, которая как раз-таки подчеркивает всю ту неприглядную ситуацию, которая сегодня в белорусском футболе. А ты как считаешь? Скользких тем у нас в белорусском футболе сейчас очень много. Да, кто, нет, слушай, а кому срежут зарплату за Жукова, за договорные матчи? Никому. То есть, одному мы срезаем? Да, ведь я слышал такое мнение из уст одного большого руководителя федерации футбола, что у нас с судейством все нормально. Значит, все нормально. То есть, ну, вот и понимаешь. И с футболом, судя по всему, тоже проблем нет. Да, нет, так правильно, когда нет человека, нет проблем, как говорил один исторический деятель. Здесь нет футбола, нет проблем. То есть, в этом плане есть определенные логики. Да, если даже посмотреть, вот прошла церемония праздничная. В траурном сезоне праздничная церемония тоже же достаточно занятна. Награждение, определение лучших. Но ты посмотри, кто... Я назвал это балл проигравших. Абсолютно обоснованно и мотивировано. И посмотри, кого признали. Лучший игрок страны. Человек, отказывающийся играть за национальную сборную. Отлично. И которому 35 лет. Да, лучший тренер страны. Я так понимаю, что это Гончаренко. А что Виктор Михайлович? За что его, в принципе, признали? Я вызывал в вопросе Сергея Ясинского, который с Витебском карабхался на восьмое место. Там, по крайней мере, видна тренерская прекрасная работа. А Гончаренко за что? Ну, он работал с Уфой. Нет, он с Уфой. Он работал, по сути дела, 3-4 игровых месяца. До этого был он ассистентом у Слуцкого. Я ничего не понимаю. Там лучший игрок чемпионата. Да, Стасевич. Да. В решающих матчах, в главном, за сборную, по-моему, играл только с французами. То есть, раньше ведь как? Сыграл ярко за сборную? Да? И даже если это один-два матча, это тебя так преподносило, преподнимало, что ты становился и вообще получал признание. А теперь уже нет этого. То есть, уже никто ничего в сборной не проявляет, и этого не нужно. И при том, что Игорь провел сезон намного художе, чем предыдущий. Этого достаточно. Для определения. Слушай, а мини-футболист? Я даже, ну, Саше Чернику 39 лет. Он лучший мини-футболист страны. Так у нас скоро Юрия Пудышева признают лучшим футболистом сезона, когда он выйдет на 5 минут на замену. Так что у Тимофея Калачева еще большой фронт. И мне кажется, что, я не знаю, как сложится судьба. А Юрий Курбыко, если бы возобновит карьеру, у него есть все шансы стать лучшим вратарем сезона. Я тебе точно говорю. Я хотел сказать, что, может, Калачев еще и вернется в сборную. Но ты меня рассмешил. И вот смотрите. Ну, и как это... Ну, достаточно все тяжело воспринимается. И вот в конечном счете, ведь вот ситуация Хацкевича возвращается. Что ведь не зря говорят, что тот, кто умаляет достоинства соперника, или коллеги в данном случае, то есть теряет оправдание для себя. Ну, это, по-моему, уже никого не смущает. В общем, мне очень жаль, что пришлось вернуться в этом еще в 2016 году к теме национальной сборной по футболу. И досадую на отставку Хацкевича в первую очередь по форме. Ну, и по содержанию тоже. Каков срок назначения нового главного тренера? 25 марта очередной матч со шведами у нас в отборочном цикле? Потому что смена тренера вот в этот период, когда новый придет, вообще ничего не знает, ему опять надо будет что-то делать, это уже говорит о том, что здесь уже все. Если он придет, я просто хочу... Никто тоже должен прийти. Я не знаю. Может быть, я бы поставил бы... Не будут же сами руководители федерации тренировать. Я бы поставил, если хорошее сундейство, то нужно доказать, что в стране есть и хорошие тренера. Я потому что слово тренеры в данном контексте я употреблять не буду. Именно тренера. Хорошо. Очень плохо, как говорится. Мы переходим... Помнишь, как в Айболите? Это очень хорошо, что пока нам плохо. Ну, посмотрим. Да, переходим к биатлону. Там у нас дела повеселее. Дайте один боевой. Зачем? На всякий пожарный. Не надо. Ясно. Семен, Семен, ну что вы! Ну что, иногда мне кажется, что один боевой нашим биатлонистам все-таки надо давать на всякий случай, чтобы как-то смыть неудачу, скажем, смыть позор в некотором роде. Слушай, вот ты считаешь, что 105 место, оно же последнее в гонке для биатлониста, это позор или нет? Нет, ты знаешь, у него, у Юры Ляндова, была мысль, конечно, застрелиться, но его уговорили отправиться на кубок Айбю в Риднау. Но если... Но он переживал. Нет, но если в следующий раз, не дай Боже, случится подобное, да, то он обязательно застрелится. И он тебе, я думаю, вот через меня пообещает. Поэтому если тебе хочется... Нет, сарказм, он заключается в том, что ведь в каждой гонке кто-то занимает последнее место. А, то есть ничего страшного. Нет, если ты это... Ну, я согласен. Абсолютно ничего страшного не произошло, да. Если ты это не знаешь, то я тебе объясню. Ну, впервые такое случилось в белорусском биатлоне, но ничего страшного. Все происходит когда-нибудь в первый раз. То есть, я не знаю, что с ним сделать. То есть, все, что могли тренеры, ну как, его нужно было со всеми сборной выгнать. Вот что надо было. Его отправили на кубок и пойми. То есть, вот вы, как будто он это сделал нам назло. Вот он... Послушай, Руслан, дело же тут... У человека было заготовлено торт. Дело в данной ситуации не в Лядове. И ты это прекрасно понимаешь. А в том, что Дуборезов, Аллаши Кинунин, занимает 101 место из 103. Юрий Лядов, это мог быть кто угодно. Дело не в Лядове. Занимает 105 место, оно же последнее. Остальные наши гонщики занимают 60-е, 70-е место. Это нормально? Это значит, я начну тогда... Я не про то, что кто-то должен застрелиться. Хотя, может, что ты должен был бы ответить. Вот с чего, да. Я с тобой, в принципе, не согласен. С тем посылом, который пока меня здесь не было, ты тут раз болтался и начал говорить о том, что третье место Чепелина и Юркевич, это, дескать, не поводы подкидывать чепчики вверх. Это категорически, я считаю, ошибочное мнение. Потому что, как раз таки, если бы третье место заняло бы Домрачево, не повод. Если бы Скордина, уже нужно было бы задуматься. А когда третье место занимают Чепелин и Юркевич в гонке Кубка мира со всеми сильнейшими, это не то повод. Это, подожди, да, я уже не понимаю. Годистый данный с наш тобой разговор. Елётнов был такой. Спортсмен, который занял высокое место. Помнишь? Ой, Господи, да, я про Елётнов. Я высказал тогда мнение, что больше он в этом сезоне вряд ли поднимется на пьедестал. Ты меня уверял, что нет, это у нас подрос хороший спортсмен классного уровня. Подожди, о каком пьедестале ты говоришь? Елётнов в том же Эстерсонде занял в спринте 15-е место. 15-е место, да. 15-е место. Больше не было, даже близко не подобрался к такому. В том-то и дело. И Юркевич, может быть, больше в карьере никогда не... Вот я про это и говорю. Потому как у неё есть свой потенциал, и он не такой уж гениальный и звёздный. А сейчас звёзды сложились таким образом, что у неё появился шанс, и она им воспользовалась, сделав единственную гнуть. Это прекрасно. Поэтому именно в её... И мы поздравили её с этим. Более того, в её честь надо подкидывать чепчики. Потому как сам по себе факт этого успеха, он гениален. То есть этого... Ну, потому что в это никто не верил. И у Чепелина уже чуть меньше. Этого восторга может быть... Значит, гениальность. Я с тобой поспорю, но это хороший результат. Гениальность по форме, ты пойми, это не то... Это для неё, это, ну, это выше крыши. Это выше крыши. И, может быть, теперь её карьера получит перезагрузку, и она, может быть, будет попадать в двадцатки стабильно. А, может быть, и не будет. Если бы она будет, конечно, быстрее бегать. Теперь не будет она быстрее бегать. Бегать не будет никаких двадцаток. Намного, намного быстрее бегать. Ну, ты сам веришь в это, что говоришь. Конечно. Вот что, в двадцатки? Да. Ну, Надежда Скор... Ты почитай, что писали Аскордино... Слушай, сколько лет было Аскордино, когда они так писали? 19? А здесь 28. Не, ну не 19, а уже за 20. Ну, не 16. Нет, ну это писали до Олимпиады... И не первый. Это писали до Олимпиады в Ванкувере в Ванкувере включительно. А что касается неудачных выступлений, они мало того, что были, и, конечно, досадно. И ты думаешь, что Лядову в день рождения, когда он купил торт, всех пригласил вечером на чай, и ему было приятно прийти на это мероприятие, заняв последнее место, не получается иногда, не складывается. Значит, есть одна Пукинунин, это отдельный разговор, но есть еще одна причина, о ней говорил Альберс. О ней говорил Альберс о том, что, ну, у нас, понимаешь, когда по ходу межсезонья выдергивает, то есть один главный тренер убегает и ничего не оставляет, наследствие оставляет только свои сборы, а ведь что учудил, уже можно говорить так по-льховски, то есть такого у нас никогда не было. У нас в сентябре заканчивается сбор чемпионатом страны летний в Раубичах, после этого он до 14 или 15 октября отправлял спортсменов на самоподготовку в домашних условиях. Когда мы в начале месяца, где-то четвертого уже были на снегу. Слушай, ну, наши спортсмены очень часто сами заявляют, что для них это очень хорошо, самоподготовка и все остальное. Нет, ты не понял. И очень сильно жалуются, когда кто-то их заставляет работать. Ну, во-первых, в биатлоне... Нет. А прошлый сезон? В биатлоне таких спортсменов... Королькевич, разве не так было? Он их заставлял работать, а они роптали. Нет, ты не понял немного. Тут важна индивидуальная подготовка дома, на асфальте. Лыжный, биатлон и лыжный спорт, это снег и лыжи. И обычно сборная и при Королькевиче, и при Сыбульском, и при Владимире Николаевичем Плаксине, она уезжала в первых числах октября на снег. То есть сбор длился первый, более трех недель на снегу. После этого короткая пауза, второй сбор. В нынешней ситуации получилось такое. Я тебе скажу, что сейчас результаты лучших, когда не было этих сборов на снегу. По крайней мере, есть два третих места. Раньше не было. Вот ты и пойми, как оно было лучше, а как хуже. По скорости мы сейчас прибавляем. Но балансы... Но по точности... Вот ты говоришь, в чем проблема Кинунина и Лядова, допустим? Они не попадали. То есть у них нет совмещения скорости со стрельбой. Это в первую очередь касается... Бывают последние места. Бывают проблемы. И сейчас есть успехи, есть проблемы. Когда это Плаксин... О, Плаксин, простите, Владимир Николаевич и Юрий Юрьевич. Яльбер же говорит, что по составу он не определились, а не совсем. Еще понадобится весь декабрь, чтобы понять все-таки, какой состав можно считать основным. У тех же мужчин есть выбор. И они будут приглашать, допустим, на эстафету, возможно, кого-то из этапа Риднау. Если Лядов там окажется лучшими в спринте, то приедет по спортивному. Моя позиция такова, что чем возить спортсменов, которым уже под 30 и больше, которые занимают 60-е места и дальше, лучше на их место ставить молодых. Пускай они и накатываются. Потому что эти уже вряд ли куда-то будут заскакивать. Во-первых, нужно сказать следующее, что резкое обновление в Арнапее только вышло из юниорского возраста. Вот первый сезон его взрослый. И выступает не хуже, чем те, кто в этом возрасте уже забыл. Это третий сезон, это тоже молодой биатлонист. Кстати, Иллетнов хоть стабильненько там, у него нет пока этих качелей. У Кривко пока проигрывает внутреннюю конкуренцию. А это вся наша молодежь, которая готова выступать на взрослом уровне. И Кривко выступать будет. Тут нужно еще, кстати, сказать, что наш разговор идет до начала сегодняшних гонок в Покрюке, в спринте. И, к сожалению, мы так уж получается, что не знаем практически ничего о том, как складываются дела. Потому что меня лично очень волнует здоровье Скордина. Потому как у нее возникли проблемы, может быть, на нервной почве из-за попыток быстрее стрелять, быстрее с шейными позвонками. Это все идет, не хочу показывать на себе, на тебе тоже не буду. Спасибо. На здоровье. Не хоть, да, идет по руке, это там был не дискомфорт. Вот и в Покрюку вызывалось, был вызван Павел Дренецкий, наш известный доктор, который обладает терапевтическими методиками, которые ей способны помочь, и уже помогали. Но другое дело, что об этом нет пока никакой информации. Хотя в Покрюку, как я знаю, вынвинулся аж целый пресс-атташе, федерация. Ну, теперь, значит, дело пойдет. Пускай теперь каждый посмотрит на информационное наполнение. Но вот перед тем, как мы сюда пришли в Стундию, я смотрел сайт Белорусской Федерации Биатлона, никакой информации нет. Значит, надо еще найти интернет, розетку. Ну да, находясь там, я так понимаю, с понедельника. Поэтому, ну, это очень специфический вопрос, но мне кажется, что болельщики убедятся, почувствуете разницу, как минимум. Вот, но действительно тревожно. В каком состоянии Скорзина? Насколько удастся совладать с собой Юркевич? Ведь известно же, что пережить успех иногда гораздо труднее, чем неудача, к которым она уже, в принципе, и привыкла, и приноровилась. А здесь такой подъем успеха, потому что и реакция на ее третье место была бурной. И у каждого есть свои проблемы, и есть, так, между прочим, еще конкуренция. И я, вот, начало передачи, послушайте, ну, женский спринт, женский спринт. Дело обычное. Женский спринт бездомрачево, четвертое место в Кубке Наши. Поэтому, когда мне кто-то говорит, тем более ты, Руслан, такой журналист, что есть в спорте конкуренция, значит так. Это вообще разговор ни о чем. Ты идешь в спорт для того, чтобы. Почему ни о чем? Конкурировать. Все, какая конкурентность? Понятно, что она там есть. И ты пришел для того, чтобы выигрывать. Ну, и... Поэтому разговор про конкуренцию вообще вестись не должен. Она есть, и она острая. И это хорошо. И в условиях этой конкуренции бездомрачевой, мы в спринте женском, естественно, если бездомрачевой, а то, может, ты и не поймешь ее еще. Находимся на набирании четвертую сумму баллов. Это что, не результат? Слушайте... Мы с тобой поговорим в конце сезона. А в конце сезона? А зачем? А почему мне не радует... А потому что цыплят считают по осени. Вот это немцы их считают по осени. Вот это пусть их норвезцы считают по осени. Там американцы ножек бушки считают по осени. А мы достаточно небольшая страна и небольшая команда. И к каждому успеху нам надо радоваться. Но с большими традициями в этом виде спорта. Не экономя на эмоциях. Не экономя. И получая удовольствие не только от нытья, которое нам обоим присуще. Есть высокая планка. И мы поэтому и требуем от этого вида спорта больше, чем от других. И надо требовать. Требуй. И это хорошо, что мы так к нему относимся. Это значит, что мы к нему неравнодушны. И хотим, чтобы было лучше, лучше и лучше. Лучше, лучше, лучше. А про Минотавра историю расскажи. Про какого еще Минотавра? Про Минотавра, который не виноват, что он Минотавр. Что он... Просто ему хочется кушать. Ты напоминаю сейчас Минотавра. Ладно. Ладно. Давайте мы договоримся. Вот до какого момента. По какому моменту? Сергей агрессивный критик биатлонной сборной. Вот я так... Так уж повелось. Да, так уж повелось. Но между тем... Просто если бы мы с тобой сейчас вдвоем сидели и лили елей на нашу сборную, это было бы никому не надо. Понимаешь? Нет, ну нет. А ты всегда это делаешь. Что касается биатлона. Елей-то мы не льем. Есть констатация фактов. А ты именно этими занимался в последние 15 минут, Руслан. Ну ладно. Давайте пожелаем удачи нашему стрельцу. И, конечно, в спринте мы не знаем, как все закончилось. Хотим, чтобы было классно. Я тоже хочу. И у Юркевича, и у Лядова, и у Чепелина, и у всех. Но будет очень тяжело сегодня. По крайней мере, я не думаю, что у нас сегодня будет призовое место. Мы говорим опять-таки до гонок. Хотя, если оно будет, я буду радоваться. Он будет говорить, что надо было больше. А ну к этому мы вернемся в понедельник. Оставайтесь с нами. Смотрите нас, Сергей Канаш. И Руслан Васильев. О футболе и биатлоне. Пока. Пока.